Всем привет, друзья, с вами Реалайз. Сегодня я первый раз попытаюсь создать в игре золотой костюм, и это событие решил записать на видео, чтобы показать новичкам, как создавать костюм от начала и до конца, весь процесс, сколько уходит времени и ресурсов. На данный момент в игре существует два типа костюмов. Это эпические и легендарные. Отличаются они не только внешним видом, но и, как вы видите, по статам. Но в случае эпического вы можете хотя бы его получить со 100% вероятностью у себя в красильной, либо приобрести себе его на бирже. А вот золотой вам придется либо создавать с помощью синтеза, как мы будем это делать сегодня, либо покупать за донат, то есть за реальные деньги. Но зато статы у золотого костюма существенно больше, чем у эпического. Чтобы создать самостоятельно себе золотой костюм, для начала вам понадобится по сюжетной линии победить босса Урака. Только после этого события у вас появится возможность построить у себя в лагере красильню первого уровня. И уже в этой самой красильне вы можете создать себе костюмы. Есть два типа сундука. Это сундук с броней и сундук с оружием. Сегодня мы конкретно разберем сундук с броней. На него уходит приличное количество ресурсов, которые вы можете собирать с помощью своих работяг в лагере, либо собирать самостоятельно. Примерно на сбор ресурсов для двух костюмов у меня ушло 2,5 недели игрового времени. Для тех, кто не в курсе, ресурс дыхания творения и дыхания жизни вы можете получить только самостоятельно, добывая ресурсы вручную на своем персонаже. Поэтому очень важно ежедневно тратить всю свою энергию на сбор ресурсов вручную. После сбора всех ресурсов на создание одного костюма у вас уйдет 5 дней. И для того, чтобы попытаться сделать себе золотой костюм, вам понадобится 2 эпических костюма, то есть 2 таких сундука. Ну а теперь давайте представим, что вы получили себе 2 эпических костюма. Далее мы заходим во вкладку внешний вид, синтез костюмов. И здесь нам нужно выставить 2 эпических своих костюма. В случае удачного синтеза у нас получится 1 золотой костюм с рандомными статами, которые будут варьироваться от 16 до 25. Что же будет в случае неудачного синтеза? В этом случае у вас остается всего лишь 1 эпический костюм. Далее вам нужно будет раздобыть 2 эпический костюм. То есть либо опять создать его самостоятельно, либо приобрести его на бирже. И синтезировать еще раз, пока у вас не получится золотой костюм. Итак, друзья, давайте не будем медлить и проверим, получится ли у меня сегодня синтезировать костюм золотой. Поехали! Итак, мы получили какой-то костюм. Давайте нажмем и вроде бы золотой. Да, друзья, получаем мы золотой костюм, но, к сожалению, с минимальными статами. В любом случае он гораздо лучше, чем любой эпический костюм, потому что статы здесь как минимум на 22 больше. На предыдущем костюме у нас было по 5 каждого стата. То есть атаки и защиты здесь каждого стата на 11 больше. В совокупности мы сейчас поднимем БС ровно на 22. Давайте его наденем и посмотрим, какой же у нас будет внешний вид. Вот так у меня теперь выглядит персонаж. Но в любом случае, если вы хотите себе максимальный показатель БС, то на этом не стоит останавливаться, потому что костюм у нас получился с минимальными статами. Поэтому в дальнейшем я, конечно, постараюсь себе сделать еще один золотой костюм, чтобы статы хотя бы были средним показателем, потому что это слишком маленькие. Если вы хотите сделать облик для своего оружия, абсолютно то же самое повторяем. Заходим в красильню, создаем себе два эпических образа для оружия и далее попытаемся их синтезировать в одно золотое. В случае удачи вы получите себе золотой облик для вашего оружия. Поэтому если вы будете пытаться себе сделать золотой костюм, я вам желаю удачи, чтобы с первого раза у вас все получилось и статы у вас были не минимальные, как у меня, а ближе к максимальным. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока.